По факту же, ну типа, что, почему, зачем, как, там, знаете, восьмилетним стажем, вот в апреле 2000, славилась своими квестами. Она, наверное, вот одна из самых первых, кто сделал квесты. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Новости, а тем более инсайдерские, это, конечно, хорошо. И также не менее хорошо, когда новостей много, и выпуски этих самых новостей получаются на несколько десятков минут. Правда, как лично я увидел, это вам не особо зашло, ну или, там, знаете, уведомление от Ютуба не пришло, поэтому, чтобы оно вам мало ли приходило, если оно вам не приходит в последнее время, и вы каким-то образом вот зашли на весь этот видеоролик, и видите, что уведомление о нем не пришло, или уведомление о предыдущих видеороликах также не пришло, и просто вы сидите, думаете, какого фига на самом деле все это происходит, если по факту же, ну типа, что, почему, зачем, как, для чего, для кого, так далее. То есть, почему оно все так происходит, то, разумеется, вы можете переподписаться на мой канал с колокольчиком. Сначала снимаете колокольчик, отписывайтесь, а потом опять подписывайтесь, и делаете все это, как бы, ну, с колокольчиком, чтобы, типа, все было хорошо, и ставите лайк на этот видеоролик, либо ставите дизлайк на этот видеоролик. В общем, очень долгое вступление. Вы знаете, как лично я могу, знаете, из-за своего опыта ютубера, с уже, наверное, восьмилетним стажем, стасом, стасом, хотел сказать, стажем, там, знаете, восьмилетним стажем, вот, в апреле 2021 года, будет уже 8 лет, как я на ютубе что-то доделаю, и поэтому я знаю, что долгие вступления в ютубе, а тем более в GTA Самп ютубе, где аудитория такая, знаете ли, достаточно мелкая, то, типа, ну, долгие вступления очень сильно удручают людей, говорят, мол, и они думают уже такие, типа, а зачем, зачем я все это смотрю, если вступление такое долгое, типа, ты че, серьезно, зачем ты такие долгие вступления делаешь? Но, ладно, неважно, после этого недолгого вступления, которое длилось всего, наверное, я не знаю, минуты 2, 3, 85 минут, вот, мы можем перейти непосредственно к самой теме данного видеоролика. Наверное, я зря это говорю, лучше бы я так, знаете, плавно перешел, и вы такие, типа, о, да, сейчас в комментариях будут тайм-коды, мол, там, знаете, вторая минута 35 секунда, он перешел к теме видеоролика, смотрите оттуда, и у меня удержание собьется, и я буду сидеть такой, типа, вот, блин, вот, че же я наделал-то, в самом деле, какая-то, какая-то параша получилась, говно, можно даже так сказать, но, ладно, вы знаете, испокон веков Аризона РП славилась своими квестами, она, наверное, вот, одна из самых первых, кто сделал квесты настолько, настолько крутыми, настолько запоминающимися, настолько просто невозможными, абсолютно, просто, я не знаю, amazing, amazing квесты она сделала, что ты сидел, думал, жесть, это, это реально, вот тут такое возможно, наверное, это связано с тем, что Валик, это создатель, основатель и, наверное, держатель Аризона РП, он хотел разрабатывать MMORPG игру там какую-то, че-то наподобие того, но не смог это сделать, решил все вот эти, вот, знаете, элементы MMORPG перенести немного, так, знаете ли, на Аризону РП, и это пошло ей на пользу, то есть, Аризона РП, прям, вот, знаете, в плане квестов, это замечательный проект, это проект, на котором хочется играть, это проект, на который хочется заходить и просто хочется донать, вот это, это тот самый проект, и я рад, что, в самом деле, имею честь, удостоен вообще играть на всем, вот, знаете ли, проекте, снимать, работать и вообще получать за это какие-никакие, но деньги. И сейчас, когда вышли новогодние квесты, я думал, что, наверное, ну, меня уже абсолютно точно ничем не удивить, что я видел все вообще на этой Аризоне РП, и что вот вообще ничем меня не удивить. И, разумеется, некоторые, такие, знаете, банальные моменты в этих квестах, они, разумеется, присутствовали. То есть, в каждом, вообще, в каждой квестовой линии, в каждом новогоднем квесте, в каждом квесте на 9 мая, в каждом квесте, там, я не знаю, на 8 марта, на 23 февраля, на все прочие праздники, там всегда есть такие, знаете, банальные моменты, по типу, нужно приехать к какому-то человеку, ответить у него на вопросы, и после этого приехать, получить свою награду, то есть, квест после этого будет выполнен. И, в самом деле, то есть, от этого нужно уже, так, знаете, немного уходить. И, вроде как, вот в этом вот новогоднем квесте, я не знаю, потому что я прошел только первый персонаж, я не знаю, что там вообще будет у второго персонажа, я остановился на том моменте, когда нужно, блядь, 4 часа ждать, пока к тебе привезут вот эти вот все подарки, пока приедет поезд и все прочее, и все, все вот это вот время ты должен находиться в онлайне. То есть, это пиздец, я думаю, что на этом я квесты-то, в общем-то, и заброшу, тем более, что если вы смотрели мой предыдущий видеоролик, то вы знаете, что на Аризону я зайти в последнее время не могу, из-за того, что у них там какие-то вот эти вот их внутренние проблемы есть. И, разумеется, ну, это все, знаете ли, сказывается на мне и на прочих людях, потому что, ну, это, это объебануться, это, в самом деле, пиздец какой-то, блядь. И, ну, несмотря на все это, несмотря на то, что были вот эти вот все квесты с вопросами, квесты вот с этими вот всеми прочими вещами, несмотря на все это, были и пиздец какие интересные квесты. Вот, допустим, квест, который вот, вот, прям сразу, как я говорю об интересных квестах, квест, который мне запомнился, это когда нужно куда-то проникнуть, И через все вот эти вот лазеры, которые реально как лазеры, они подсвечены, нужно пройти и украсть там карту. То есть этот квест, это вот прям вот то, что запоминается надолго. Ну а так, по-моему, все остальные квесты, это куда-то приехать, что-то там сделать, уехать назад, в общем-то, ну как и все, в общем-то, квесты. Но вот этот вот квест, ты прям вот его выполни, ты когда его берешь, ты когда его выполни, ты даже не думаешь, там будет вот нечто подобное. А там действительно нечто подобное, причем даже когда ты уже всю эту карту украл, ты бежишь, казалось бы, на выход, думаешь, да похуй, что там, блядь, эти лазеры, пробегу прям под ними. А нет, вот, если ты под ними пробегаешь, то все, всему пизда, и тебе, типа, и в следующий раз ты сможешь украсть всю эту карту только через 3 минуты. И ты там бегаешь, суетишься, говоришь, блядь, как так, я уже был так близок. И то есть, ну вот прям вот этот вот квест мне запомнился. И вот знаете, как это обычно бывает? Ты проходишь все эти квесты, тебе кажется, что уже вот все. То есть, ты допрошел персонажа, все, то есть, ты все квесты выполнил. А потом он тебя отправляет к другому квестовому персонажу, потому что там уже квесты просто переполнены. И типа, зачем их делать на две страницы, если можно тебя послать к следующему квестовому персонажу. К следующему квестовому персонажу ты подходишь, там тоже у него все начинаешь делать. Но там все, разумеется, стопорится на моменте, когда тебе нужно в самой игре подождать, я там, не знаю, часа 4 или часов, я там, не знаю, 85-90. То есть, при этом ты не можешь просто выйти из игры и зайти через 4 часа. Все это время ты должен быть на серваке, играть, что-то делать, стоять, там, я не знаю, на центральном рынке, еще где-нибудь. Тогда все это время проходит, и ты можешь забрать все эти подарки. И вот этот вот момент во всех этих квестах, он меня прям разочаровал. Я сидел, думал, чуваки, блядь, зачем вы все это сделали? Или 4, блядь, часа ждать все вот эти вот новогодние подарки, нахуя? Для чего вы это сделали? Зачем? Я просто не знаю. Однако, я думаю, что на этом все. То есть, я рассказал о квестах, наверное, так, как только мог. С каждым годом о квестах все меньше и меньше хочется рассказывать, потому что, ну, типа, они крутые, они классные, их можно выполнить. И получить себе, там, знаете, миллиард азекоинов, перевести их в валюту. И в этой самой валюте пойти, там, играть в какое-нибудь казино. И там, может быть, приумножить свои капиталы, может быть, все проиграть. Тут уж как кому повезет. И вот от этого просто ты сидишь, хочется действительно играть во все вот эти вот игры, игрища, во всем этом участвовать. И в целом, квесты на Аризоны РП в этом году выдались в этом году-следующий 2021 год. Ну, типа, 2020-2021, они выдались замечательными. Все. То есть, на этом прям можно сказать, что все. Спасибо большое за то, что вот сделали нечто подобное, потому что это реально очень круто и очень, так знаете, интересно было, по крайней мере, первого персонажа проходить. Второй персонаж, это просто пиздец. Ждать 4 часа для того, чтобы выполнить квест. Извините, я так не могу. Квесты будут доступны там до 4-го, ой, до 14-го числа. Вы можете туда прийти и там вот выполнить все эти квесты, успеть, не успеть и так далее. Спасибо за просмотр. Всем до свидания и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok